Всем привет, это Стас, и это уже 12 эпизод про тщетные попытки Кёрбов освоить космос. Кёрбов Кёрман в очередной раз пытается научиться управлять аппаратом с вертикальным взлётом и посадкой. Но пока что ему не удаётся даже нормально взлетать с первого раза. Между прочим, Джеб Кёрман делает это как-то вот без проблем, правда в симуляциях. В общем, путём долгих страданий он медленно и неуверенно отрывается от земли и собирается направиться куда-то в горы, где за небольшую сумму в стоимость двух таких самолётов собирается взять образец грунта. Пока самолёт находится в режиме вертикального полёта, он в принципе очень похож на вертолёт без автомата-перекоса. Вместо автомата система маховиков вроде системы стабилизации космического аппарата. Чтобы лететь вперёд, нужно наклонить нос вниз и тяга двигателей будет не только поднимать его вверх, но и толкать вперёд. Вроде всё просто. Нужно разогнаться, потом включить двигатель для горизонтального полёта, разогнаться ещё. Но тут Карбоу понимает, что двигатель не заработал, а самолёт уже падает вниз. Последняя надежда, что он наберёт скорость и потом удастся вырубить. Но нет. Остаются считанные секунды до гибели, ему приходится катапультироваться, чтобы выжить. Команда ракетчиков в этот же вечер собирается запустить новый коммуникационный спутник на замену устаревшим первым моделям. Спутник получился более тяжёлым, чем все предыдущие. Он весит уже 4 тонны и призван обеспечить связь хотя бы до Дресса, а в хорошие дни и до Джула, планеты с внешнего пояса нашей Солнечной системы. Кроме того, запуск проводится ночью, потому что они пробуют немного новую технологию. Дело в том, что наша первая ступень этой ракеты необычная. Тут стоит Тейноникус-1Д, двигатель, который работает на жидком метане. В то время как остальные используют просто нечто, что называется жидкое топливо, и, видимо, имеется в виду хорошо переработанный керосин. В общем-то, ничего особенного в жидком метане нет, кроме того, что его можно будет добывать на некоторых из планет, даже прямо из атмосферы. Но ещё он не такой капризный, как другие виды топлива, его проще достать. А на Земле его иногда применяют с 90-х годов. Также у SpaceX есть планы использовать его в новых двигателях, которые они разрабатывают. Вот и сам спутник. Он уже на орбите и разворачивает все свои многочисленные антенны. Тут две огромных антенны на 60 миллионов километров для миссии на Дюну и Дресс, две поменьше на Сурак. Для Моха и Ева ещё четыре маленьких для связи с парой других спутников на орбите, а также Миной и Минмусом. Вот такой вот монстр. Логично предположить, что старый спутник надо куда-то девать. Естественно, одевать его надо на свалку истории, как морально устаревшее устройство. Поэтому мы сводим его с орбиты и без сожаления отправляем гореть в атмосфере. Но двигатель слишком хорошо переносит высокие температуры и мешает спутнику сгореть, поэтому он просто падает в океан. На этом команда архитостроителей не останавливается и запускает третий по счёту исследовательский спутник Кербина. На нём набор из самых последних технических новинок для сканирования поверхности планеты, тех же самых, которыми сканировали Мину. Кроме того, он весьма необычный и его пытались сделать как можно меньше. В итоге некоторые его части просто не влезли в обтекатель, для них пришлось пролубить отверстие. Необычность же заключается в его прямоугольной форме. К сожалению, сброс последней ступени произошёл по ошибке раньше, чем выключился её двигатель, поэтому спутник потерял две свои солнечные панели. Правда, могло быть и хуже. Осталось ещё две, поэтому миссию решили продолжить, так что скоро у нас будет точная карта Кёрбина. Также координаты всех мест, где загадочные пришельцы из ниоткуда оставили свои следы. Пока наши пускатели непилотируемых аппаратов в космос с помощью давно проверенных способов сделали полезные дела, попивая кофе в центре управления полётами, Эрбол Керман пытается научиться пилотировать самолёт с вертикальным взлётом и посадкой в очередной раз. Теперь он даже отрывается от поверхности в первого раза и даже старается подняться повыше, прежде чем перейти в горизонтальный полёт. Конечно, всё можно понять. Ведь управлять таким аппаратом сложнее, чем просто летать. Тут и представление о процессе надо иметь, и терпение, и руку набить. Да и двигатели не сразу тягу меняют, а постепенно с инерцией. Турбины вращаются же. Это ведь не Джеб Керман, который умеет на самолёте до орбиты слетать и вернуться, а самый обычный недоурядный пилот. В общем, на высоте 2 километра он всё-таки включил третий двигатель и начал попытку разгоняться. Но что-то с управлением он не справляется, и самолёт теперь можно скорее назвать самолёт с вертикальным падением. Чудом на высоте 130 метров он катапультируется и спасает себе жизнь. Изрядно выругавшись, он пойдёт доказывать белую бобу, что самолёт совсем не может летать, и что стоило бы им идти на пенсию. Тем временем компания IONIX Symphonic Protonic Electronics попросила нас протестировать работу миниатюрного ионного двигателя, который работает на электричестве и ксеноне. К сожалению, они забыли дать там долговые баки для ксенона, так что мы обошлись тем, что нашли в лаборатории. Но чтобы хоть немного посмотреть, как работает это чудо техники. Идея такова. Берёте газ, ионизируете и разгоняете в электростатическом поле, вместо того, чтобы его поджигать. В итоге получаете очень маленькую тягу, зато и газа уходит намного меньше, чем в обычном двигателе. Высокий удельный импульс. Также требуется изрядное количество электричества, но его хотя бы можно получить от солнца, и не надо возить с собой. Кроме того, я добавил парочку модов с технологиями ближайшего будущего, так что мы тестируем ещё и новый способ сохранять запас электричества. Конденсаторы. Они умеют накапливать заряд, как батареи, могут накопить его даже больше в том же объёме и массе, но не будут отдавать, пока мы этого не позволим. А если позволим, разрядятся полностью, даже если энергии будет некуда деваться. В общем, полезно для резервных запасов, и как раз таки для ионного двигателя. Иначе солнечных панелей нужно было бы намного больше. Будь в космосе чуму проводить звук, мы бы слышали этот забавный шум при старте этого ионного двигателя. А мы готовимся к его тесту. Сейчас видно, что ксенон нам удалось поместить в маленьких универсальных контейнерах, и его настолько мало, что хватит едва ли на какой-то серьёзный манёвр. В общем, там получилось около 50 метров в секунду дельта-в, и это с удельным импульсом в 3800 секунд, что в 10 раз больше, чем у обычного ракетного двигателя. В общем-то, как-то не впечатляет эта экспериментальная модель, но хотя бы работает. А что же конденсаторы? Давайте разрядим парочку, что ли? Да, и правда, разряжаются полностью и по команде. С помощью ионного двигателя нам удалось снизить скорость спутника, так что он неспешно начал падать на планету. Мы опять надеемся, что он сгорит, и секретные разработки нашего партнёра не попадут в руки, кому попало. Однако он настолько лёгкий, что с него лишь срывает антенну и солнечные панели, а сам он падает в океан. Удастся ли Эрболу Керману всё-таки добыть образец грунта из гор? Ответ на этот и другие вопросы в следующих эпизодах. Продолжение следует...